Более 35 лет на службе города. В Полярном ветеранам труда Мурманской области вручили удостоверения и нагрудные знаки отличия. Сейчас Алексей Михайлович работает в энергоснабжающей организации города воинской славы. Но свою трудовую деятельность начинал на одном из самых главных предприятий Полярного – на 10-м судоремонтном заводе. И туда, признаётся ветеран труда, попал не случайно. Сначала в оборонке на СССР за 10. Там же проработал мой отец. Я знаю двух человек на СССР за 10, которые были награждены орденами Трудового Красного Знамена Перцев, Токарь и Галкин Михаил Алексеевич. Конечно, до трудовых заслуг отца далеко, признаётся Алексей Галкин. Но и на полноценную пенсию мужчина выходить не торопится. А значит, впереди ещё много возможностей. Примерно в одно время с Алексеем Михайловичем свою трудовую деятельность в Полярном начала и Елена Игнатьевна. Профессия у женщины вкусная. Она готовит каши и супы, варит компоты уже не одному поколению дошколят и школьников. Трудясь поваром сначала в детском саду, а теперь в гимназии города воинской славы. Сложно, ну а что делать? Ну мне в принципе 40 лет, больше 40 лет. Ну нормально всё, господи, мы же все живые, здоровые, нормальные. Всё, вытерпим. Годом ранее Елена Боротенко была отмечена и знаком за вклад в развитие Мурманской области. Специалист отмечает, для неё это действительно приятно и почётно. С 2008 года в области установлено звание ветеран труда. За это время нагрудными знаками отмечены более 1100 жителей городов Полярного, Снежногорска и Гаджиева, а также населённого пункта Оленья-Губа. Сегодня список пополнился ещё шестью фамилиями трудящихся полярницев. Это звание может получить каждый гражданин, который проживает на территории Мурманской области. И отработал на территории Мурманской области женщины 35 лет, мужчины 40 лет. Однако, если в послужном списке у граждан имеются награды в виде почётных грамот губернатора области или Мурманской областной думы, то звание можно получить на 5 лет раньше, то есть женщинам в 30, а мужчинам в 35, соответственно. Конечно, к званию ветеран труда прилагаются и приятные бонусы в виде ежегодной выплаты ко дню образования области и раз в два года 50-процентной оплаты проезда к месту проведения отдыха и обратно. И независимо от того, имеет он другие льготы или не имеет, каждый ветеран труда Мурманской области в случае переезда за пределы Мурманской области получает единоразовую выплату в размере 15 738 рублей 22 копейки, если мне память не изменяет. Каждый год все выплаты индексируются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова